Реклама 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 Вывод один. Роспись гипсовых фигурок – это прекрасное времяпрепровождение для всех участников творческого процесса. Прежде чем приступить к работе, я хочу загадать тебе две загадки. Он заливисто поет о том, что солнышко встает. Петушок. Верно. Тогда вторая загадка. В ярком платье модница, погулять охотница, от цветка к цветку порхает, утомится, отдыхает. Ну, конечно же, это бабочка. Верно, Вася. Для работы нам понадобятся две гипсовые фигурки с изображением бабочки и петушка, акварельные краски, восковые мелки, кисточки для раскрашивания и вода. Вася, какую фигурку выберешь ты? Я выберу петушка. Отлично. Тогда в моих руках оживет бабочка. Напомню, что спонсором нашего мастер-класса является отдел товаров для творчества «Мастерица», который находится в магазине «Дом книги» по адресу площадь Ленина 3. «Мастерица» – это рай для рукодельниц, ведь здесь можно найти абсолютно все – от красок до декоративных пуговиц, наборы для вышивания, скрабукинга, квиллинга, декупажа, рисования и многое другое. Ассортимент предлагаемых товаров для творчества постоянно расширяется. Так что приходите за покупками, выбирайте то, что вам по душе и совершенствуйте свое мастерство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы закончили раскрашивать наши фигурки акварелью, теперь начнем раскрашивать края восковыми мелками. Как вы уже успели заметить, работать в этой технике – одно удовольствие, ведь одновременно можно сочинять смешные истории главными героями, которых будут являться наши фигурки. Ну что ж, дорогие телезрители, мы с Василием очень весело провели время и готовы показать вам наши яркие игрушки. Но сначала, Вася, давай поиграем! Давай! Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты сказки, в которых встречается петушок? Да, знаю! Тогда назови их! Петушок, золотой гребешок, бременские музыканты и золотой петушок. А знаешь ли ты, Вася, кто написал сказку о золотом петушке? Да, знаю, Александр Сергеевич Пушкин. А знаешь ли ты, в каких сказках встречаются бабочки? Конечно! Самая известная бабочка, которую я знаю, это бабочка Элина, которую взаимно любит лунтик. Она очень талантливая, занимается балетом, читает журналы и, как и любая модница, очень любит примерять украшения. А в сказке Ганса Христиана Андерсена дюймовочка была очень дружна с яркими и пестрыми бабочками. Сказки, в которых встречаются бабочка и петушок, мы с тобой вспомнили. Теперь можно показать наши готовые фигурки телезрителям. Так что не пропускайте наши новые передачи, занимайтесь творчеством и радуйте себя и своих близких. А мы с Васей на этом прощаемся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok